Кальвадос Нормандцы частенько шутят. Кальвадос как женщина. Чем женщина моложе, она более свежая и энергичная, но, как все молодые девушки, она достаточно резка. А чем женщина старше, тем она благороднее и мягче, как Кальвадос. А не поговорить ли нам с вами сегодня о Кальвадосе? Привет! Меня зовут Галина Масон, я нормандский гид. Это мои масонские истории сегодня о Нормандии. Еще в XII веке в Нормандии выращивание сидровых яблок поощрялось, как появление новых сортов яблок, богатых тонинами и попавших из страны Баска. В XVI веке история яблока вскоре сводится к производству сидра, который становится общим напитком в Нормандии. Оцененный французскими правителями и духовенством, сидр стал искусством жизни. В 1553 году Жиль де Кумбервиль, господин из Катантена, сделал запись в своем дневнике о дистилляции сидра для получения спирта. А в 1606 году в Нормандии появляется уже целая корпорация производителей бренди из сидра. Название Кальвадос, как ни странно, появилось только лишь во времена французской революции. В 1790 году появляется деление регионов на департаменты, и нормандский бренди отныне получил название Одуви или яблочный спирт Кальвадоса. Отныне яблоко в Нормандии всему голова. Существует множество разновидностей нормандских напитков на базе яблока. Как раз, когда наступает осень и когда яблоки созревают, где-то к концу сентября их начинают собирать, промывать и старинным способом через холщовые мешки выжимать из них яблочный сок. Этот яблочный сок оставляют в чанах, сегодня из нержавейки, на первую ферментацию. И с помощью естественного брожения, в яблоке ведь уже есть свой сахар и кислота, через 2-3 недели появляется уже сидр нежный, около 3-3,5 градусов алкоголя. Его могут уже разливать по бутылкам и продавать как сидр сладкий или нежный. Но, как правило, большую часть этого уже сусла оставляют на более долгую ферментацию, до 3 месяцев, где на выходе уже получается сидр 4-5-6 градусов. И такой сидр будет называться сухим или брют. Его-то потом и будут дистиллировать для того, чтобы получить кальвадос. Но прежде чем мы поговорим о технологии производства кальвадоса, следует упомянуть еще и о других нормандских напитках, о которых, возможно, вы и не знаете. И мы заглянем в гости к Марьяне. Привет, Марьяна! Привет! Как дела? Очень хорошо, спасибо! Ты уже уже открыт? Да, конечно. Доброе утро. Доброе утро. Ты не говоришь о кальвадосе и кальвадосе? Да, с удовольствием. Я бы хотел слушать немного. Давай. Марьяна у нас с Сомелье. И на нее, посмотрите, очень много здесь медалей. Кстати говоря, у Ариана присуждает премии различным кальвадосам и сидрам. Марьяна, объясни нам, пожалуйста, что ты продаешь в своем бутике. Это сидра. Разные сидра. Сидра – это брожение яблочного сока. Например, это сидра сладкий. Это сидра сухая. Брожение более долгое, меньше сахара и побольшую крепость. Черт 50 градусов. Сладкий – это 3 градуса только. И потом на базе сидра мы делаем кальвадос, правильно? Да. Марьяна, что мы будем дегустировать? Помо. Помо. Мы попробуем помо. Что такое помо? Помо – это смесь кальвадос и яблочный сок. Одна треть кальвадос, две трети яблочного сока и два года минимум дубовой бочки. Это молодой кальвадос. Четыре года. Помо. Кальвадос или помо? Молодой помо. Извините. Это очень фруктовый вкус. Попробуйте. Жареба. А уфля, он если помо. Все помо. Чин-чин. С тобой. Чин-чин. Наконец-то запах яблока. По-настоящему фруктовый вкус. Очень фруктовый. Итак, пумо – это одна из родновидностей напитка нормандского, который состоит из двух третей яблочного сока, одна треть кальвадоса, и получается вот такой вот напиток пумо. В 1942 году производители кальвадоса объединились в гильдию, чтобы установить определенные параметры качества – АОСЭ – Апеллясион Дорежин Контролей – и защитить свою продукцию от недобросовестных конкурентов и недоброкачественных продуктов, а также для сохранения резерва яблочных спиртов во время Второй мировой войны. На уровне законодательства были установлены границы и департаменты Нормандии, где может производиться кальвадос, и регламентировано брендовое название кальвадос. Поэтому кальвадоса мы можем называть только напиток, произведенный в департаменте кальвадос. Пожалуйста, как производится кальвадос? Кальвадос – это продукт дистилляции седра, как коньяк – это дистилляция вина. Это результат дистилляции. Это не кальвадос, это яблочный спирт, первый этап. Это кальвадос после минимума двух лет дубовой бочки. Это очень старый кальвадос, сто летний дубовой бочки. Дуба передает свой цвет и свой вкус. Мы пьем кальвадос после еды, как дистилляция. Как правильно сказала Марьяна, кальвадос – это продукт дистилляции седра. Мы выжимаем сок из яблок, мы делаем сладкий, потом сухой. На выходе получается спирт, 70 градусов. Его-то мы и заливаем в бочки дубовые, где он должен выстоять два года. От двух лет выдержки в бочке дубовой мы называем продукт уже кальвадосом. Только лишь от двух лет. Вообще производители, а у Марьяны здесь находится порядка более чем 50 производителей кальвадоса, они начинают у нас производить кальвадос от 4-х, от 3-х, от 4-х лет. И у Марьяны есть очень редкий кальвадос, 100-летний кальвадос. Видели ли вы когда-нибудь? Обратите внимание на то, что цвет у кальвадоса меняется. Два года и 100 лет. Кальвадос меняет цвет, вкус и, соответственно, становится мягче. Итак, кальвадос – это дежестив. Его пьют всегда после еды. И французы это делают, как правило, либо когда принимают гостей, либо в холодные пасмурные вечера перед камином. Поэтому приятно очень усесться и выпить 30-40 граммов кальвадоса. Он согревает и придает такую приятную нотку яблокам, яблочного послевкусия. Как же правильно пьют или дегустируют кальвадос? Как вы видите, кальвадос наливают в достаточно такой емкий бокал широкий. Это уже начинает способствовать раскрытию кальвадоса. Его необходимо согреть, точно так же, как коньяк. Можно это сделать рукой. Температура тела поможет раскрыться кальвадосу. Либо еще один процесс – нагревают бокал перед тем, как наливают в него кальвадос. Дальше уже необходимо раскрыть все вкусовые рецепторы ваши. Мы смотрим на стенки бокала, чтобы увидеть маслянистость, стекающую по стенкам бокала. Это подчеркивает и качество, и возраст кальвадоса. Вдыхаем аромат кальвадоса, чтобы раскрыть ваши обонятельные рецепторы. И потом маленьким глоточком мы обволакиваем полностью полость рта, для того, чтобы задействовать ваши вкусовые рецепторы. И только тогда проглатываем. И вот после вкусе, который останется у вас во рту, и будет считаться вкусом кальвадоса, и будет подчеркивать его неповторимый вкус. Сегодня в департаменте кальвадоса существует около 4000 производителей сидра и кальвадоса, имеющих полное право изготавливать свою продукцию по параметрам качества и называть ее сидром и кальвадосом. Эти напитки известны и славятся своим качеством в 90 странах мира. Несмотря, однако, на всю популярность кальвадоса, процесс этот неспешный и требует огромного терпения. Должно пройти 15 лет для того, чтобы сидровые яблони выросли и стали приносить необходимые плоды для изготовления сидра. А потом еще 15 лет выдержки в дубовой бочке. А если 100 лет выдержки в бочке? Ну что, идем дегустировать? С вами была Галина Масон, нормандский гид и мои масонские истории. Запасы 100-летнего кальвадоса еще не иссякли. Поэтому у вас есть шанс, приезжайте в Нормадию, и мы обязательно попробуем с вами 100-летний кальвадос. А пока жду ваших комментариев, отзывов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории. Увидимся!